1xbet надежный букмекер устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны и регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xbet прямо сейчас я два разных тайма если первый тайм не имели хорошие преимущества и моменты хорошие были атакующие действия и не пропускали контратаку то второй тайм шарки перестроило игру они добавили больше агрессии и уже они не имели преимущества хотя я не знаю что были какие-то моменты особенно явные моменты не было это не пропускали которые стандартные но это наша ошибка ошибка которая приводит поражение проходит у нас не было эта команда эта команда две части вы были очень хорошо вы были двух а Мы провели много одновременно в тюрьме, и мы получили хорошие соревнования. И в другой половине половины – а также, в том числе, у нас была хорошая система, и, во-первых, они не много ориентированных, они имели лучше, чем у нас. И это «Дор» из «Эйк-Эйк-Schосс», это был просто наш error. Это был очень хороший error. Король, еще вопрос. А им точно нужен немецкий перевод? Есть немецкий журналист, нет? Виталий, спасибо. Роман Галускова и игрок. Нет, давай так быстрее. И выбрините... Рафа Ридеодзе, вы это правы? А? Я. Павел Пучков, чемпионат Юрий Павлович. В первом тайме Шанг не позволял создавать момент, вы это тоже отметили. Но показалось, что где-то не хватало браковой в завершении. И не удержали концентрацию, пропустили гол в самом конце, против Глобоцарая тоже в конце пропустили один гол. С чем вы это связываете? То есть то, что не хватает в команде в каких-то ключевых моментах в однократии? Я с вами согласен, потому что в ключевых моментах не хватает концентрации. Но то, что Шарьки позволяли, ничего нам в Шарьке не позволяло, они также боролись, но у них была концентрация. Ложились туда, в последний момент кто-то выручал, а все моменты, которые были в первый этап, мы заставили Шарьки обороняться, и это было наше давление. Почему не хватает концентрации? Ну, это такой достаточно сложный вопрос, чтобы на него ответить. Мы уже не первую игру пропускаем в конце игры. Будем на эту тему работать, будем работать, и концентрации все-таки не хватает тогда, когда происходит усталость. Я думаю, что наши игроки были уже в последние где-то 8-10 минут очень сильно уставшие. Замен, как таковых угол, атакующих действий у нас в этот раз не было. Потому что Пархат травмировал. Пархат травмировал у нас снова. У нас нападающие практически, которые могут остроту создать минуту. Пархат травмировал. Пархат травмировал, который должен окрашивать замену и с левой стороны. Пархат травмировал. Пархат травмировал. Пархат травмировал. Пархат травмировал. Пархат травмировал. Пархат травмировал. Другая причина в том, что Рюдмотив не имеет значения, чтобы обеспечить свои игры, потому что он был уничтожен и уничтожен. Игорь Павлович, вопрос такой. Как раз по заменам было понятно, что неким было усилить игру, потому что когда было свежего футболиста выпускать, как считаете, почему не получилось именно давить? Потому что команда давила-давила, и когда нужно было еще закинуть немножко силы, вот не было просто футболиста такого уровня, или просто... Первый этап вы имеете? Нет, второй. Когда уже выбирали игроков, и по сути получилось, что все футболисты вышли не то чтобы на усиление, а все-таки больше в удержании, так сказать. Ну я же перед этим ответил. У нас кроме Жималедина никого не было в таком счете. но, на мой взгляд, он вышел не лучшим будет. Я думаю, ему достаточно было вот это время. Он должен был это время более активно провести. Я думаю, что это время было в таком счете. Я думаю, что это время было в таком счете. И почему нет, чтобы не было в таком счете, чтобы больше играть в таком счете. Я знаю, что единственный игрок, который был в игре, который был в игре, был Жмаддинов. Он получил его время. Я думаю, что Жмаддинов был в игре в игре. Эта замена произошла тоже по той простой причине, что мышечные спазмы стали Алексеем Ливенчуковым. Репарт, когда Алексей Ливенчук был в игре? Можете сказать, почему Баринов ушел в основном в составе Дениса? Можете сказать, что он стал лидером в тот момент, когда он был основным лидером? Это Баринов? Ну, почему Баринов? Если бы вышел Денисов, мне сказали, почему бы вышел Денисов, а не Баринов. Баринов вышел и весь состав вышел по той простой причине, что в предыдущую игру они сыграли очень хорошо. Баринов достаточно неплохо провел две игры. Мы ему даем шанс для того, чтобы он работал дальше. Вот это все. Простой причиной у Денисова была микротравма. В какой-то время тоже ему понадобится, чтобы прийти в свои конницы. Каждый матч предыдущий, он дает определенную информацию для того, что кто должен играть в следующий игре. Мы не можем играть в следующий игре. Он играл в игре, и он играл в игре, и он играл в игре, чтобы его поддерживать. И сегодня, особенно в первой серии, он играл в игре. Денисов, у него есть несколько последствий, и поэтому он играл в игре. В Шанке практически не было. таких явных, хороших моментов, которые мы имеем в виду, а мы не имеем в виду. Александр Нюброш, «Спортньюс». Вопрос по игре Мэри Фернандоше. Вначале сегодня было все не очень хорошо, потом наладилось играть, и в этом матче так же нестабильно. Первый, в принципе, неплохо, в 2-й тайме они начали больше шипаться. С чем это связано? Не только Фернандоше. Я думаю, что 2-й тайм всех будут связаны. Не только Фернандоше. С чем это связано? Ну, во-первых, многое связано от соперника. Соперник более активно начал в 2-й тайме. Они как бы то давление выдержали, которое было с нашей стороны в 1-й тайме, и в 2-й тайме, и в 2-й тайме, и в 2-й тайме. Это было не так. И ответ было, что это не только Фернандоше, но и все, что это было. Ярослав Сусен, Спорт экспресс. Юрий Павлович, по вашему мнению, Вильярд виноват в пропущенном голе? Пропущенном голе виновата вся команда, потому что это было стандартное положение. Все игроки играли какую-то определенную роль. Но в этой персональной опеке не поддержали игрока, причем не самого высокого. Ярослав Сусен, может ли я мог выдержать или нет? Наверное, он мог. Если вратарь пропускает, значит, Ольга есть боли. Он мог выдержать, а мог бы не выдержать. Попущенном голе. Вильярд не простой, кстати. Я не знаю, что это не только Гелиэль, но и все, что это не только Гелиэль, но и все. И я, может быть, могла бы быть с удовольствием, но я не могла бы быть с удовольствием. Дмитрий Кузин. Юрий Павлович, я хожу здесь не часто не потому, что мне нужно было что-то показать и так далее, я покажу важные моменты, которые существуют в команде и у вас лично. Знаете, таким восторгом я нашу вашу деятельность и считаю вас одновременно лучшим в советское и российское время. То, что сейчас происходит в первый момент в вашей команде. Вы прогонтируете четыре момента. Я понимаю, что я сейчас скажу, это, знаете, реплики Младого Шарапова. У меня тоже глупо, да? Тем не менее, можете послать меня, тем не менее, прогонтируйте. Первое. Проблема батарея. Девилент, я считаю, это немножко похороны. Правда, из Бразилии из такой батарской школы. Это монсенс. Тем более, когда есть медведи, при космении вспоминаем. Проблема капитана. Я считаю, что только Игнатий вклад соответствует вашему драйву. Ивану не дадут. Третье. Проблема молодых игроков. То, что сейчас менеджерки Байк и Лысов, это не Ровня, Кузнекин и Свящеву, их лучшее время. Ну и четвертое. Надо сбиться с командой и провести хорошее собрание к этому году. С ближайшими вашими тендерами друзьями. Спасибо. Да. Подождите, а это ваше наблюдение? Да. Это мое наблюдение. Это уж такое, знаете, это ваше мнение. Это такой спорный момент. Вы считаете так, я немножко считаю по-другому. Просто я хочу ваш успех и нужного подарения. А не только, что вы в 3-4 раза чемпионство выиграли, вы достойны больше. Вот что я хочу. Да мы тоже сами хотим. Мы тоже сами хотим. Пока не получается, вот видите. Со.. Со. Со, со. Со first, это же我 exciting послед dress на девочку. Со, ты помоги нам. Продолжение следует... Продолжение следует...